Всем привет! Рассмотрим установку сетевого хранилища с открытым исходным кодом OpenMedia Vault на OrangePay, который хорошо подойдет в таком исполнении для домашней сети и небольшого офиса. Система имеет достаточно простой и удобный веб-интерфейс, возможность резервного копирования, медиа-сервера, торрент-клиента, создание рейд-массива и других расширений с помощью имеющихся плагинов. Для реализации этой задачи я воспользуюсь мини-компьютером OrangePay PC, радиатором и картой памяти microSD объемом 32 ГБ. Конечно, будет достаточной 4 ГБ, на которую далее запишем операционную систему. В качестве основного накопителя NAS используем 2,5-дюймовый жесткий диск. Также это может быть и SSD. А вот чтобы его подключить, понадобится переходник с USB на SATA. Можно взять и 3,5-дюймовые диски, но тогда потребуется адаптер с дополнительным питанием. Что касается работы одноплатного компьютера с представленными компонентами, то здесь понадобится блок питания на 5 вольт 2 ампера. Подготовив все необходимые элементы, проинсталируем на карту памяти с помощью переходника операционную систему Ambien. Ее можно скачать с официального сайта в разделе Download для определенной модели мини-пк. Соответственно, для своей платы я скачиваю данный дистрибутив на рабочий стол. После загрузки с помощью программы Edge записываю ISO образ, указав при этом где он располагается и куда его следует установить. В моем случае процесс занял около трех минут. Затем извлекаем карту из компьютера и с развернутой на ней системой устанавливаем ее в Orange Pi, подключаем LAN кабель, идущий от роутера и запитываем от источника. После запуска Ambien на мини-пк, что занимает не более минуты, с помощью компьютера, находящегося в этой же локальной сети, нужно узнать IP-адрес апельсинки. Это можно сделать, например, путем захода в настройки маршрутизатора, введя его адрес, а затем логин с паролем в браузере, где останется перейти на вкладку сетевых подключений. Конечно, на каждом роутере это выглядит по-своему. Тут можно видеть, что IP-шник одноплатника 192.168.1.52. Теперь, зная его адрес, с помощью программы PuTTY, предназначенной для удаленного доступа, попробуем подключиться по протоколу SSH, прописав IP-адрес в строке HostName и затем нажав Open. В появившемся окне, предупреждающем о нарушении безопасности, нажимаю Да. При успешном соединении появится такое окно, где ввожу логин root, а пароль от 1 до 4. Сразу после авторизации требуется сменить пароль пользователя root в целях безопасности. Далее предлагается поменять локацию и раскладку клавиатуры, на что я вновь соглашаюсь. На следующем этапе нужно создать учетную запись пользователя с обычными правами. Пишем ник, затем пароль и в завершении указываем настоящее имя. По кончанию предварительной настройки рекомендую обновить программное обеспечение системы путем запуска команды apt-get update, обновляющей информацию по репозиториям о новейших версиях пакетов и их зависимостях. А с помощью apt-get upgrade инициализируем инсталляцию последних версий пакетов, установленных в системе. Конечно, выполнение данных команд можно пропустить. Затем ввожу название утилиты Ambient Config, включающей настройку служб и установку приложений. Так как я нажал Tab, после набора двух букв отобразился список команд, начинающихся с данного сочетания. Дописываю и нажимаю Enter. В запустившемся псевдографическом режиме выбираю пункт Software. Далее, перейдя в указанный раздел из представленных программ, отмечаю Amv и нажимаю Install. Идет установка, которая занимает длительное время. И по ее завершении у меня появилось такое сообщение, свидетельствующее по всей видимости о перезапуске операционной системы. Закрываю текущее окно и захожу в браузер, где в адресной строке прописываю IP-адрес апельсинки. Для входа в веб-интерфейс системы NAS ввожу логин Admin, а пароль, который установлен по умолчанию OpenMedia Vault. Собственно, вот таким образом выглядит функционал управления сетевыми устройствами хранения данных. При необходимости в разделе Сеть на вкладке Интерфейсы, нажав Редактировать, можно прописать статический IP, так как по умолчанию установлен DHCP. Сохранив настройки, нажимаю на клавишу Применить для того, чтобы изменения вступили в силу. По окончании процесса в качестве проверки обновляю страницу браузера. Теперь я представлю простой вариант расшаривания папки для общего доступа. Но сначала подключаю к USB-порту платы через переходник жесткий диск и возвращаюсь к настройкам. В разделе меню Хранилища выбираю пункт Файловые системы. Тут, нажав на данную клавишу, можно создать файловую систему, если ее нет на накопителе. Как можно видеть, здесь она имеется и это НТФС. Поэтому выбираю только что подключенный диск и нажимаю Монтировать. Сразу отображается информация по объему определившегося накопителя. В разделе Сервисы, перейдя в SMB CIFS, включаю данную службу и нажимаю Сохранить, с последующим подтверждением о внесении изменений в конфигурацию. В закладке Общие ресурсы, нажав Добавить, создаю общую папку с именем TMP, а в поле Устройства выбираю только что подключенный хард. Что касается прав доступа, то из выпадающего списка можно выбрать один из представленных вариантов. Я оставляю данные и нажимаю Сохранить. На этом этапе в поле публикованы, согласно подсказке ниже, выбираю только гости, что позволит не вводить пароль при подключении к сетевой папке. И опять нажимаю Сохранить. Потом снова применяю сделанные настройки. Расшарив общий доступ к нас на компьютерах, находящихся в локальной сети, для подключения остается сделать несколько настроек. В этом случае в системе Windows, кликнув на рабочем столе по значку этот компьютер, в адресной строке через два обратных слыша следует ввести IP сетевого хранилища. Нажав Enter можем видеть здесь папку, кликнув по которой правой клавишей мыши выбираю Подключить сетевой диск. А в следующем окне готово. Таким образом, сетевой накопитель отображается в разделе Этот компьютер. Подключение можно выполнить и по имени, который можно узнать, посмотрев в настройках нас, в разделе Сеть. Здесь же при необходимости его можно и сменить. Я копирую текущее имя и перейдя в этот компьютер, аналогично как с IP адресом, останется сделать такие же настройки. Дополнительно хочу обратить внимание на то, что для апельсинки имеются комплектации, идущие с корпусом. Но конечно можно разработать и распечатать на 3D принтере свой вариант бокса. Также это касается и жестких дисков. Для двух с половиной дюймовых корпус я представлял ранее в одном из своих видео. Безусловно, можно разработать единую конструкцию для платы и, например, пару накопителей. Еще один момент, который я хотел бы отметить, это финансовые затраты. Так, при покупке всех минимально необходимых деталей, стоимость такого сетевого хранилища выйдет в указанную сумму на момент выхода ролика. Конечно, если поискать компоненты на Авито или Юле, то цена может быть в половину меньше. Но все-таки, если сравнивать финансовые затраты с имеющимися в продаже NAS, то они будут в разы больше. В этом случае вы экономите такой ресурс, как время, на процесс наслаждения сборкой и инсталляции системы. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.